Ориген. Основоположник христианского мистицизма. Ориген из Александрии, около 185-254 годов, считается одним из отцов церкви и принадлежит к числу наиболее плодовитых христианских авторов. Ориген стоял у истоков мистического направления в христианстве и проповедовал учение о переселении души, которое позднее было отвергнуто церковью. Ученик. Оригена обычно считают основоположником официальной философии христианства, поскольку он был первым, кто попытался обосновать христианство не только с позиции веры, но и с позиции философии. Он считал, что высшая духовная реальность состоит из беспредельной верховной личности Бога и индивидуальных живых существ. Высшую реальность можно определить как взаимоотношения живых существ друг с другом, а также с самим Богом безграничной личностью. Здесь Ориген расходится с греками, которые по сути были имперсоналистами. Прабхупада. Это практически полностью совпадает с ведическими представлениями. Индивидуальные души, именуемые живыми существами, вечны, и каждая из них имеет близкие взаимоотношения с верховной личностью Бога. В материальной обусловленной жизни душа забывает об этих взаимоотношениях. Занимаясь преданным служением, она обретает освобождение, и в это время ее отношения с верховной личностью Бога восстанавливаются. Ученик. Оригену приписывают учения о троице, в которой верховным является Бог-отец, Бог-сын, именуемый Логосом, подчинен Отцу, и он творит материальный мир. Таким образом, Бог-отец не является непосредственным творцом. Мир создает Бог-сын, который подобен Господу Брахме. Третья ипостась троица – Святой Дух. Согласно Оригену, Третья ипостаси божественны и вечно единосущны. Они всегда существовали одновременно, как три-единый Бог. Прабхупада. Согласно ведам, Кришна – изначальная личность Бога. Он подтверждает это в Бхагавадгите. Ахам Сарвасия Брабавах. Я – источник всех духовных и материальных миров. Бхагавадгита 10.8. И не имеет значения, как вы называете эту первопричину. Отцом или Святым Духом – первопричина – верховная личность Бога. Согласно ведической концепции, существует два вида экспансий Бога. Его личные экспансии, называемые Вишну Татвой, и частичные – Джива Татва. Есть много разновидностей личных экспансий. Пуруша Аватары, Манвантары Аватары и так далее. Для сотворения материального мира, Господь проявляет себя в образах Брахмы, Вишну и Махешвары Шивы. Вишну – его личная экспансия, а Брахма – Джива Татва. Между Вишну и Джива Татвой есть своего рода промежуточная экспансия, называемая Шивой или Махешварой. Из предоставленных ему материальных элементов Брахма творит каждую вселенную. Вишну поддерживает мироздание, а Господь Шива уничтожает его. Такова природа внешней энергии. Она создается, поддерживается и разрушается. Более подробные сведения об этом приводятся в Чайтане и Чаритамрите. Дживы, живые существа, считаются детьми Бога, и они бывают как обусловленными, так и освобожденными. Освобожденные души имеют возможность лично общаться с верховной личностью Бога. Тогда как обусловленные забыли о нем, они находятся в материальном мире, где вынуждены страдать, воплощаясь в различных телах. Однако, практикуя сознание Кришны под руководством истинного гуру и шастр, священных писаний, они могут духовно развиваться. Ориген считал, что индивидуальная душа достигает совершенства благодаря совместному действию божественной милости и свободной воле самого человека, совершенства в его понимании и достижении взаимоотношений с безграничной личностью. Прабхупада. Да, это называется бхакти-маргом, путем преданного служения верховной личности Бога, Бхагавану. Абсолютная истина проявляется в трех аспектах, как Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван – это личностный аспект, а Параматма – его аспект, пребывающий в сердце каждого. Ее можно сравнить со Святым Духом. Брахман же простирается повсюду. Высшее совершенство духовной жизни подразумевает постижение личностного аспекта Господа. Познав Бхагавана, человек начинает служить Ему. Таким образом, живое существо оказывается в своем изначальном положении и наслаждается вечным блаженством. Ученик. Риген полагал, что свободная воля может привести человека к падению, и она же может спасти его. Вернуться к Богу человек сможет, если будет развивать отречение от материального. Такое отречение становится возможным благодаря помощи Логоса, Христа, Прабхупада. Да, мы придерживаемся таких же представлений. Падшая душа странствует по материальному миру, переселяясь из одних форм жизни в другие, то поднимаясь, то опускаясь. Когда ее сознание становится достаточно развитым, Бог просвещает ее наставлениями Бхагавадгиты. А благодаря помощи духовного учителя, душа может достичь полного просветления. Когда душа осознает свое трансцендентное положение и исполненное блаженство, она естественным образом оставляет материальные телесные привязанности и обретает свободу. Живое существо достигает своего нормального естественного положения, когда осознает свою духовную природу и занимается служением Господу. Ученик. Риген считал, что все элементы, присутствующие в материальном мире, есть также и в теле духовном, которое он называл внутренним человеком. Ориген пишет, В каждом из нас два человека. Как у всякого внешнего человека есть одноименный ему человек внутренний. Как и у всех членов его есть двойники. И можно сказать, что каждый член внешнего человека можно обнаружить и во внутреннем, под тем же именем. Таким образом, для каждого чувства, которыми мы обладаем во внешнем теле, есть соответствующие чувства во внутреннем духовном теле. Прабхупада. Сейчас душа находится внутри материального тела. Но изначально у нее нет материального тела. Духовное тело души существует всегда. Материальное тело – лишь оболочка духовного тела. Оно подобно костюму, выкроено по духовному телу. Материальные элементы – земля, вода, воздух, огонь и т.д. – смешиваясь, становятся подобны глине и покрывают духовное тело. Именно потому, что духовное тело имеет форму, материальное тело тоже принимает форму. На самом деле материальное тело не имеет ничего общего с духовным телом. Оно лишь своего рода осквернение, из-за которого душа и страдает. Стоит этому осквернению покрыть душу, как она тут же начинает принимать эту оболочку за саму себя и забывает о своем подлинном духовном теле. Это майя, невежество, иллюзия. Это невежество сохраняется до тех пор, пока мы не обретем полного сознания Кришны. Когда мы обретаем полное сознание Кришны, мы понимаем, что материальное тело – всего лишь оболочка, а мы отлично от нее. Достигнув этого неоскверненного понимания, мы достигаем уровня называемого Брахма-бхута. Когда душа, которая есть Брахман, пребывает в иллюзии материальной телесной обусловленности, она находится на уровне Джива-бхута. Уровня Брахма-бхуты она достигает, когда отождествляет себя не с материальным телом, а с пребывающей внутри него душой. На этом уровне мы исполняемся радости. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу же постигает верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Бхагавадгита 18.54. В этом состоянии человек воспринимает все живые существа как души, он не обращает внимания на их внешние оболочки. Когда он смотрит на собаку, он видит душу, покрытую телом собаки. Это тоже описано в Бхагавадгите. «Видья виная сам пане, брахманы гави хастени шуни, чай ваш в апаке чапандитах самодаршинах». Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого благовоспитанного Брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда, неприкасаемого. Бхагавадгита 5.18. Пребывая в теле животного, живое существо не способно понять свою духовную природу. Наилучшие условия для осознания своей природы дает такая человеческая цивилизация, в которой следует системе варнашрамы. Эта система делит общество на четыре варны – брахманов, кшатриев, вайшев и шудр, и четыре ашрама – брахмачари, грехастх, ванапрастх и саньяси. Наивысшим считается положение брахмана саньяси, поскольку этот уровень лучше всего подходит, чтобы осознать свое изначальное положение, действовать соответственно и так получить освобождение. Мукти. Мукти – это понимание своего изначального положения, и соответствующая этому положению деятельность. А обусловленная жизнь, жизнь в рабстве – это отождествление себя с телом и соответствующая деятельность на телесном уровне. Действия на ступени мукти отличаются от тех, что мы совершаем в обусловленном состоянии. Преданное служение совершается на уровне мукти. Занимаясь преданным служением, мы поддерживаем этим свою духовную природу, и поэтому освобождены, даже пребывая в обусловленном материальном теле. Ученик. Ориген также считал, что внутренний человек, духовное тело, тоже обладает чувствами, благодаря которым душа может ощущать вкус, видеть, прикасаться и размышлять о Боге. Прабхупада. Да, это жизнь в преданности. Ученик. При жизни Ориген был известным учителем, и многие хотели его услышать. Он говорил, что учить – значит объяснять слова Бога, и ничего более. Ориген считал, что проповедник прежде всего должен быть молитвенником и иметь связь с Богом. Он должен молить не о материальных благах, а о том, чтобы лучше понимать священное писание. Прабхупада. Да, таков настоящий проповедник. Как объясняется в ведической литературе, Шраваном Киртоном. Сначала мы достигаем совершенства в слушании. Это называется Шраваном. Достигнув совершенства в слушании авторитетного учителя, можно перейти на следующую стадию, которая называется Киртоном – проповедь. В материальном мире все кого-то слушают. Чтобы сдать экзамены, студент должен слушать профессором. Позже он сам может стать профессором. Слушая истинного духовного учителя, мы достигаем совершенства и можем стать настоящими проповедниками. Мы должны проповедовать сознание Кришны и делать это ради Кришны, а не ради чего-то материального. Мы должны слушать и говорить о верховной личности, трансцендентной личности Бога. Такова обязанность освобожденной души. Что касается противоречий и кажущихся нелепостей в священных писаниях, Ориген рассматривал их как камни преткновения, расставленные Богом, чтобы человек мог проникнуть за пределы буквального значения слов. Он пишет, что в писании все имеет духовный смысл, но далеко не все буквальный. Прабхупада. Вообще говоря, каждое слово в писании имеет буквальный смысл. Но люди не могут понять его правильно, поскольку слушают не тех, кого нужно. Вместо этого они дают свои толкования. Слова Бога не нуждаются в толковании. Иногда обычный человек не может понять слова Бога. Поэтому нужен гуру. Прозрачная среда между нами и Богом. Поскольку духовный учитель в совершенстве постиг слова Бога, рекомендуется слушать слова писаний из его уст. В словах Бога нет двусмысленности, но поскольку наши знания несовершенны, иногда мы не можем их понять. Не понимая, мы пытаемся толковать их, но поскольку мы несовершенные, несовершенны и наше толкование. Суть в том, что учиться пониманию слова Бога, священных писаний нужно у того, кто постиг Бога. Ученик. Ориген не считал индивидуальную душу вечно существующей. Он утверждал, что она была сотворена. Он пишет, разумные существа были не всегда. Они возникли, когда были сотворены. Прабхупада. Это неверно. И душа, и Бог существуют вечно. Живое существо – неотъемлемая часть Бога. Но душа, хотя и существует, вечно меняет тела. Наханья-теханья-манэ-шарира. Боговадгита 2.20. Тела создаются и разрушаются одно за другим. Но душа существует вечно. Таким образом, мы не согласны с утверждением Оригена о том, что душа была сотворена. Наша духовная природа никогда не создавалась. В этом разница между материей и духом. Материальные вещи создаются, но дух не имеет начала. Не было такого времени, чтобы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из вас не перестанет существовать. Боговадгита 2.12. Ученик. Учение Оригена расходится с более поздней христианской доктриной в вопросе о переселении душ. Хотя он считал, что изначально душа была сотворена, он верил в перевоплощение, поскольку признавал, что у души есть свобода не предаваться Богу. Таким образом, душа в его понимании может постоянно подниматься и опускаться по эволюционной шкале. Позднейшая же христианская доктрина утверждает, что человек может сделать выбор в пользу вечности только в этой единственной жизни. Но Ориген считал, что душа, не достигшая конечной цели, будет перевоплощаться вновь и вновь. Пробхупада. Да, такова ведическая точка зрения. Пока живое существо не получило освобождения и не отправилось в царство Бога, оно вынуждено переселяться из одного материального тела в другое. Тело растет, какое-то время существует, производит потомство, стареет и становится бесполезным. Тогда живое существо вынуждено перейти в другое тело. Оказавшись там, оно снова пытается исполнить свои желания и вновь вынуждено умереть и получить новое материальное тело. Таков процесс с перевоплощением. Ученик. Интересно, что ни Ориген, ни Христос не отрицали перевоплощение. Оно было отвергнуто только во времена Августина. Пробхупада. Перевоплощение – это неоспоримый факт. Человек не может всю жизнь носить одну и ту же одежду. Наша одежда изнашивается и становится бесполезной, и мы должны сменить ее. Разумеется, живое существо вечно. Но чтобы удовлетворять свои материальные чувства, оно должно принять материальное тело, которое не может существовать вечно, подобно тому, как одежда не может служить нам всю жизнь. Все это подробно объясняется в Бхагавадгите. Дэхинус мин ядха дэхи. Каомарам яуванам джара. Татха дихан тарапраптир. Дьерас татраанамух яти. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезво мыслящего человека такие перемены не смущают. Бхагавадгита 2.13. Шарирам яд авапно ти. Яччапи у крамати шварах. Грехи твайтани сам яти. Вайюр гандхан и ваша яд. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Бхагавадгита 15.8. Итак, это переселение будет продолжаться до тех пор, пока душа не получит освобождение и не отправится домой к Богу.